Намасте! Здравия, дорогие друзья! С вами Ярослав Мутров-Аронцов. Я приехал в Славское на фестиваль лидийской культуры. И вот здесь первые мои ощущения, прекрасные ощущения, которые я испытываю. Во-первых, что появилась новая дорога здесь хорошая. Обновили дорогу, поменяли на брусчатку. Прекрасное ощущение, то есть чувствуется город курортный. Зимой здесь лыжники, вы знаете. Летом здесь отдыхающие, велосипеды. Здесь очень-очень классно. Если вы еще ни разу не были здесь, я вам рекомендую настоятельно. Очень замечательно здесь. Природа прекрасная, горы. Это просто вау! Ощущение, честно, сразу какое-то другое, после города. Это в связи с поезда, киевского поезда. Правда, кстати, у вас был хороший вагон. И купейный вагон, и новенький. Хорошие были у меня соседи, которые, наверное, отдельной темой запишу, которые позволили мне еще лучше укрепить процесс развития терпения. Терпение, это, знаете, в общем-то, жизнь нам подбрасывает часто испытания и проверяет, насколько ты, в общем-то, готов двигаться дальше. Насколько ты просветленный на пути к просветлению. Интересно, куплю дорого. Обычно говорят, куплю недорого. Ладно, о соседях в вагоне я расскажу отдельным. Отдельным видео. А сейчас я хочу просто мои первые впечатления. Я только что вышел с поезда. И вот эти первые ощущения. Я вступил, я вступил на землю Карпаты. И это просто обалденное ощущение, сумасшедшее. Год назад я был здесь ровно год, каждый год. И это место славское, где проводит у нас фестиваль вегетической культуры, который называется Гауранга. Гауранга, 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 Гауранга. Просто обалденно. И вот я по дороге, где-то всего лишь 15 минут, в принципе, идти. 15 минут пешком. И это всегда прекрасная возможность прочувствовать это состояние. За плечами, видите, у меня рюкзачок такой немножко поднялся. Это значит то, что я купил тоже черешни. Первые мои черешни в этом году. Я ждал, когда я приеду сюда, чтобы насытиться чистыми, не пестицидными черешнями, которые растут на натуральных деревьях. И ты просто кушаешь, наслаждаешься. И вот я набрал черешни, килограмм, наверное, сколько там у меня? Килограмм, наверное, 6. Набрал черешни, сейчас приду, это будет мой утренний просад. И это просто замечательно. И вот первая мама тоже уже по дороге нам встретилась. Мы на дороге, мы на пути. Одна база, которая называется Батьевщина. Это центральная база. Центральная база фестиваля Гауранга. От вокзала идти буквально всего лишь 15 минут. Я в этот раз не успел заказать номер себе заранее. Обычно я делал заранее. И поезд у меня. У меня фестиваль был. У меня был фестиваль, у нас был фестиваль «Сказочный город». И мои мастер-классы закончились поздно. Я не успел в день отъезда 3-го числа. И вот ближайший билет это было только вчера, 4-го. Где вчера, 5-я была? 5-е июня, уже сегодня 6-е июня, ела пала. То есть, в принципе, у меня есть хороших 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го. А у меня есть 5 дней, чтобы побыть в этом благостном месте. С преданными. Это Регита. Духовностью послужить. И возможно, мне повезет. И я что-то еще новое найду в себе. Открою в этот раз на пути духовного развития. Знаете, процесс это нелегкий. Процесс это раз очень сложный. Процесс требующий большой концентрации и самоотдачи для того, чтобы продвигаться. И вот я вдохновленный этим процессом. Иду на станцию подзарядки. На станцию подзарядки. В общем, ощущение прекрасное. Утренний воздух. Травичка в воздух. Обалденно. Просто-просто сумасшествие. Очумительно. Я обожаю это место. Если вы еще не были здесь, в Славском, я вам настоятельно рекомендую. По любому поводу можно сюда приехать. Совсем недалеко от Киева. Тем более от Тернополя или от Львова. Очень близко. Прекрасное место. Культурно чисто. Цены на проживание. Ну, вот мне повезло. Считаю, что мне повезло. Я сейчас беру двухместный номер за 300 гривен. Ну, это специальные цены просто для участников фестиваля. Я не знаю, какие-нибудь обычные цены. Обычные какие цены здесь. Ну, может быть, наверное, немножко побольше, я так думаю. Потому что у нас всегда выйдет скидка. Потому что массовый заезд. Но это стоит того. Так что берите с собой велосипед. Садитесь сюда в станцию Славская. И наслаждайтесь здесь прекрасными местами. Я в поезде, кстати, ехал. Здесь очень много детей. Целый вагон был детишек, которые здесь. Лагеря здесь есть детские. И это хорошая возможность детям провести летние каникулы. Я просто обалдев. Представляете, я с города приехал. Тут природа, травичка, все такое. Коробки, коробки. Все так классно. Я просто вдохновлял. Это всегда такое ощущение необычное. После города ты приезжаешь на природу. И ты чувствуешь такое наслаждение. Просто вау. Да, велосипеда явно не хватает. С велосипедом было бы, конечно, покруче. Но хотя, в принципе, велосипед можно взять в аренду. Хотя, если ты в самом деле хочешь поездить здесь, посмотреть окружающие места, то нужно иметь свой велосипед. Потому что арендные велосипеды это... Велосипед и так проехал до центра города и обратно. В горах же нужно ехать на хорошем велосипеде. И в этой связи нужно брать свой велосипед. Ну, так же можно и пешком походить. Здесь тоже очень хорошее много мест для пешкаруса. Практику пеших переходов. Ну, вот, пожалуй, все, друзья. А вот, кстати, и поехал велосипедист. Да, мы только про него поговорили. Классно. Да, вот на такой велосипеде шикарно. Хороший профессиональный велосипед. Всегда хорошо. Ох, я прямо уже заздрый. Я прямо завидую ему, как классный. У него велосипед классный. Здесь такие места, свежий чистый воздух. И в этом свежем чистом воздухе на хорошем велосипеде по красивым местам. Как это здорово. Хе-хе-хе. Классно. Ну, вот, друзья. Это больше репортажа. Ждите позже. Сейчас это то. Мои первые впечатления от этого года. Впечатления приезда в город Славская. Такие горы. Такие прекрасные места. Эй. Еще минут десять, и я, в принципе, на месте. Вот, пожалуй, все. Да, если кто не знает, я не говорил, что здесь речка. Это шикарная горная река, которая добавляет еще больше колорита от этого ощущения горного воздуха, горной природы, энергетики. Все, что с этим связано. Все, друзья. С вами был Ярослав Мудр. Аранцов. Академия семейных отношений Деда Дом. Триингвит Центр Грин Майн Лайф. Мы зажигаем звезды и живем на яркой стороне. Грин Майн Лайф. Живи на яркой стороне. Немножко вида. Что видно. Папачи. Немножко на яркой стороне. Эй! Джая-дьо. Джая-джая-джая. Джая-джая-джая-джая. Намасте. Продолжение следует...